Вопрос номер один. В Бобруйске прошло заседание Координационного совета. Как бороться с губительной стихией? Этот след не отметить. В Беларуси вспоминают 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Что еще рассказывают ликвидаторы? Возрожденный из пепла, на территории крепости продолжается восстановление собора Александра Невского. Художественная утонченность, торжественная парадность, монументальность и обилие элементов декора. Когда осветят храм. А также социальный блок, единый тариф и победная весна. В стране началась выплата от помощи к 9 мая. Социальный блок, экономика и земли. Президент выделил приоритетные вопросы по преодолению последствий на ЧАЭС. С докладом Александр Лукашенко принял ответственных лиц на уровне администрации, правительства и ключевых министров. Чернобыльская тема никогда не уходит с повестки главы государства. В Беларуси реализуется уже шестая программа по преодолению последствий катастрофы. За 36 лет на восстановление жизни в загрязненных районах потрачено почти 20 миллиардов долларов. И это только из бюджета. Мы очень многое сделали для жизни людей и сегодня время показало, время немало прошло уже более 30 лет. Мы увидели, что нам были приняты правильные решения, что мы не бросили огромные территории нашей страны. Люди живут в тех городах, в тех поселках. Более того, неплохо работают, особенно в сельском хозяйстве и так далее. Но проблем хватает. Поэтому экономика. Есть же льготы. Мы принимали многие решения, как функционируют там предприятия с точки зрения экономики. В зонах радиоактивного загрязнения живет почти миллион белорусов. И какой бы ни была финансовая ситуация, выделение так называемых чернобыльских денег незыблемо. В продолжении темы. 26 апреля 1986. В атмосферу было выброшено почти 200 тонн радиоактивных веществ. По некоторым данным, пострадали не меньше 5 миллионов населения. Ликвидаторами стали больше 600 тысяч человек. В живых осталось лишь треть. О городе-призраке Карина Гуревич. 26 апреля 1986. Час 23 минуты. Серия взрывов разрушает реакторы здания 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В этот момент еще никто не осознает, с какой неописуемой трагедией сталкивается мир. Ну, это вы ПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на лампном корпусе. Третий и четвертый между... Третий и четвертым... А там люди есть? Да. На место аварии прибывают первые ликвидаторы. 30 спасателей из Припяти бросаются на борьбу с бедствием через несколько минут после взрыва. Не зная уровня радиации, пожарные без спецзащиты тушат огонь непрерывно, бессменно. Большинство из них умирает в течение 14 дней. Объявляют полную эвакуацию. Тысячи автобусов колонной вывозят жителей близлежащих населенных пунктов. 200 тысяч человек. Люди бросают все и навсегда, хотя еще и не догадываются об этом. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Примерно 60% радиоактивных осадков выпадает на территории Беларуси. Последствия Чернобыльской катастрофы для республики определяют как национальное экологическое бедствие. Под загрязнение попадает 3,5 тысячи населенных пунктов. Это больше 2 миллионов человек. Некогда такие же процветающие города, как Бобруйск, буквально за считанные дни прекратили свое существование. Почти 500 населенных пунктов ушли в забвение 36 лет назад. Навсегда потеряли свой дом тогда 137 тысяч человек. Жизни многих резко меняются, в том числе и Виктора Дедушкина. Он жертвует своими планами на ближайшее будущее и отправляется в Гомельскую область. В зоне отчуждения мужчина проводит целый месяц, пока следующая команда его не сменяет. Ликвидатор признается, прошел не один год перед тем, как он осознал масштаб трагедии. Никто, ничего, даже не с руководства УВД, даже и руководство республики понятия не имели, что такое радиационная опасность. Была горечь такая, вот как правильно говорят, йод, ошушался, а так никакого. Ну, выполняли свои обязанности, никто, я говорю, даже и не думали, что это дезертиры какие-то. Возложение цветов к памятному знаку сотрудникам Бобруйской милиции, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – традиция. Ежегодно здесь вспоминают трагичную дату и тех, кто отдал жизнь, чтобы ограничить масштаб катастрофы. Очень много сотрудников органов внутренних дел принимали участие в ликвидации, оказывали всяческую помощь гражданскому населению, ну и также находились тоже в горячих местах, где именно был сам реактор. Не забывают памятную дату и в молодежном парке. Важно привлекать внимание будущего поколения к трагедии прошлого. За мир без катастроф. Под таким девизом здесь выступают талантливые бобруйчане. В этой акции принимают участие коллективы нашего Центра дополнительного образования «Росквит». Поют, танцуют и дарят позитивные эмоции. Ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы потребовала небывалой для мирного времени мобилизации сил и средств. Частью этих событий стало больше 600 тысяч человек. В живых остались около 219 тысяч. Помнить и чтить жертвы героев, безусловно, нужно. Но куда важнее извлечь урок и не допустить трагедии вновь. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Победная весна, пассивная кампания и импортные овощи. В Беларуси теперь разрешено завозить некоторые товары из западных стран. На что еще действует запрет? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси началась выплата материальной помощи ко Дню Победы. Ее получат ветераны Великой Отечественной, обладатели военных наград, узники концлагерей и некоторые другие категории граждан. Максимальная сумма – 1800 рублей. Общая – 11 миллионов. Деньги будут выдавать до 6 мая. Правительство приняло решение смягчить контрсанкции и разрешить завозить в республику некоторые товары из западных стран. Теперь не запрещены поставки орехов, кабачков, стручкового, перца, баклажанов, салатных овощей, яблок и груш. Ограничения по-прежнему действуют на молочку, свинину, субпродукты, колбасы и кондитерские изделия. В республике ранее Яровое посеяны на 83% площадей. В трех областях Брестской, Гродненской и Гомельской работы уже завершены. Приближается к финишу Минский регион. Из-за погодных условий отстает пока Могилевский. Здесь засеяна треть отведенной территории. В стране с июня начнет действовать единая цена на природный газ. Для владельцев домов, где установлены котлы и есть соответствующие приборы учета, отменяется сезонное разделение тарифов в привязке к летнему отопительному периодам. Стоимость теперь будет на одном уровне в течение всего года – чуть меньше 20 копеек за кубометр. ГАИ призывает быть внимательными на дорогах. Синоптики снова прогнозируют дожди и грозы. В таких погодных условиях не нужно совершать резких маневров, перестроений и обгонов. Быть аккуратными и бдительными при пересечении проезжей части стоит и пешеходам. На кону человеческая жизнь. В Бобруске прошло заседание Координационного совета. Главная тема – чрезвычайные происшествия. С начала 2022-го в городе произошло 44 пожара. Погибли 8 человек. Это больше, чем за весь предыдущий год. Основная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем. По итогам Координационного совещания приняты конкретные меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности в городе Бобруске. Участие в совете приняли представители МЧС, МВД, прокуратуры. Все специалисты сошлись во мнении – профилактическую работу необходимо усиливать. В то же время каждый человек должен помнить – наша жизнь в наших же руках. Плоды праведности. Бобруске заложили фруктовую аллею на территории монастыря святых жен Мироносис. Активно здесь ведутся работы по восстановлению исторических мест. Возвещение собора Александра Невского запланировано уже на этот сентябрь. О святыне в стиле ампир Ольга Васинда. Восстановление собора Александра Невского началось еще несколько лет назад. Храм – точная копия здания, возведенного на этом самом месте в XIX веке. Спустя 108 лет самая большая святыня города была взорвана. До наших дней дошли лишь чертежи, остатки бутового фундамента и закладной камень, датированный 23 октября 1822. Художественная утонченность, торжественная парадность, монументальность и обилие элементов декора. Собор построен в стиле ампир. Сейчас здесь остается сделать внутреннюю отделку, благоустроить территорию. Место по-настоящему священное. Финансовую поддержку регулярно оказывают Минобороны и председатель правления Беларусьбанк. Для Виктора Ананича эти места личные. Каждый год он приезжает сюда, возлагает цветы к мемориальному комплексу памяти жертвам фашизма. В годы Великой Отечественной на территории крепости был концлагерь, куда попала его мама. Будучи подростком, 15 лет ей было, немцы взяли в деревне, жителей деревни, молодежь, и привезли вот в этот лагерь, где мы сейчас находимся. Она мне рассказывала всю эту историю. Были, конечно, ужасные годы. Что делали здесь? Это просто не писать словами. Благоустройство территории ведется и на участке монастыря святых жен Мироносец. В знак памяти и дружбы здесь высаживают аллею фруктовых деревьев. Сюда частенько приезжают паломники из Сербии, Греции и Грузии. Совсем скоро они смогут прикоснуться не только к святыням, но и насладиться плодами яблок и слив. Мы очень благодарны руководству города, что они проявляют к нам внимание, помогают нам творить это доброе дело и возрождать эту святыню. В планах Матушки Пороскевы превратить территорию обители святых жен Мироносец в целостный архитектурный ансамбль с монашеским корпусом и несколькими мастерскими. Предполагается здесь и Духовно-просветительский центр. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Найти дело по душе члены молодежного парламента посетили Белшину. В зале представители организации от каждой школы и колледжа. Поездка дня, выбор будущей профессии и знакомство с перспективами. Городообразующее предприятие – лучший пример для юных парламентариев. Обсудили работу на ближайшее время, в том числе и план действий ко Дню Победы. Сейчас молодежь довольно-таки неопределенная, если говорить прямо, говорю как представитель. И подобные встречи могут хорошо показать, что есть и к чему можно стремиться. То есть, например, можно не уезжать куда-нибудь далеко, а работать в своем городе. Обязательная часть профориентационной встречи – экскурсия по предприятию. Один из крупнейших производителей в мире выпускает более 350 типоразмеров шин. Пром-гигант поддерживает экспортные отношения более чем с 40 странами. Здесь всегда открыты двери талантливым специалистам. Это все и события к этой минуте смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok